МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысяча гектаров леса в огне. Это страшные кадры из Якутии и Иркутской области. Бурятия точно так же обожглась и стихию в 2015-м. Этим летом местный лесной спецназ мог бы отдыхать, однако не случилось. В середине июня 50 наших земляков тушили соседний регион. Сегодня возвращаются домой. В этот раз 70 дней в дыму, лесах и палатках. Встреча с родственниками будет позже. Аэропорт Улан-Удэ для них перевалочный пункт. До дома еще несколько сотен километров. Ведь десантники из Бичуры, Закамны и Иравны. Здесь самый опытный отряд со всей республики. Там горные районы, куда направлялись сотрудники. Поэтому специалистов, имеющих большой опыт по работе с горными пожарами, потому что тушили мы в скалистой местности лесные пожары, тушили мы пожары в отдаленной местности. То есть люди порой не видели вертолет с продуктами и по 10, и по 15 дней. То есть тяжелые отдаленные районы. И, соответственно, экипировка у наших групп тоже была такая же. Здесь уже загрузили часть вещей. Вот только представьте, этот баул – это снаряжение только одного бойца. То есть когда сбросили все это в лес, нести его приходится самостоятельно. Но вес у него такой, что поднять или сдвинуть с места мне просто не под силу. Несколько тонн инвентаря возят с собой, когда нет возможности пользоваться транспортом. Носят вручную. Чаще тушат там, где нет дорог и связи. А добраться можно только по воздуху. К примеру, когда на заданную точку спускаются на парашютах, тут многое зависит от пилота. Кстати, он же доставляет подразделению пропитание, а когда нужно – забирает на базу. Каждый день переживаешь, потому что люди далеко и конкретно не знают, что там происходит. И вечером отзваниваются, говорят, что все нормально, мы работаем, все живы, здоровы. Это лучшее, что можно услышать. 50 спецназовцев потушили несколько десятков пожаров. На площади 30 тысяч квадратных километров. Впереди недельный отпуск, но отдохнуть, скорее всего, не получится. Тоже домашняя работа накопилась там. И сенокосы, и это. Тоже домашние хлопоты. В лесах Иркутской области бьются с огнем еще 10 человек из Бурятии. Они вернутся домой, когда потушат последний пожар. Крестенца Снина, Виктор Агафонов, телекомпания «Ригус». Крестенца Снина, Виктор Агафонов, телекомпания «Ригус».